Всем привет! В этом видео мы поговорим про ссылки, поговорим про сравнение арендных и вечных ссылок и как безболезненно перейти с арендных на вечные. Подпишись на канал спрашивает, несколько вопросов по ссылкам, работаю в агентстве, руководство еще даже в 2020 году топит за арендные ссылки на сапе, потому что дешево. В последнее время почти совсем перестал покупать там ссылки, так не стал видеть от них пользу и побаиваюсь попасть под какой-нибудь фильтр. И несколько вопросов. Собственно, подскажите, стоит ли покупать все-таки ссылки в сапе еще? Ну, сразу отвечу, арендные нет, то есть арендные ссылки мы не покупаем уже давно для стандартных задач. Есть некоторые нюансы, некоторые эксперименты, но в целом в базовой работе, особенно в базовой работе с клиентскими сайты, арендные ссылки мы не применяем уже много лет. Как понять пользу от ссылки, какие ссылки стоит снять в первую очередь при переходе на другие биржи? Ну, значит, пользу от ссылки – это довольно такая условная история, мы можем только предполагать по некоторым косвенным параметрам. Я как-то записывал уже видео на канал, выходило оно несколько месяцев назад, про то, как выбирать ссылки для покупки. Там я на примере выгрузки из Ahrefs показывал, ну, в общем, как можно формулу создать и эффект отмены померить. Найдите это видео на канале, там как бы прямо я в табличке показывал, как с этим работать. В двух словах, то есть вы открываете пакетный анализ в Ahrefs, бетч-анализ, сюда вводите адрес сайта, жмете «Проверить», ну, я в данном случае уже ввел, и он показывает нам несколько параметров, что нам нужно. Нам интересен домен ранг, нам интересен трафик поисковый, ну, в данном случае из Гугла, но как-то более-менее он нам тоже картину показывает. И нам интересен вот этот параметр, это количество доменов, на которые ссылается, ну, вот этот домен, который мы анализируем, то есть количество исходящих ссылок на разные домены. И фактически нам нужно просто либо собрать формулу, которая будет учитывать и то, и другое, я в том видео показывал, как это делать. И если не забуду, в первом комментарии или в описании поставлю ссылку на то видео, но если не будет, то поищите сами. И нам нужно фактически найти доноров, у которых, ну, в данном случае, если мы говорим об арендных ссылках, какие снять, какие не снять, то мы в первую очередь снимаем те, у которых домен ранг ниже остальных, трафик поисковый ниже остальных, а количество исходящих ссылок выше остальных. И в первую очередь мы снимаем их. Вместо них, то это отвечает сразу на следующий вопрос, что выбрать в переограниченном бюджете, 50-60 дешевых арендных ссылок с АП или 20-30 с ГГЛ. Ну, насчет ГГЛ это отдельная история, и там тоже довольно заспамлены уже площадки. Если выбирать между арендными и вечными, то арендные ссылки продаются всегда через биржи, то есть почти не бывает таких вариантов, когда, ну, очень там меньше 1% ссылок арендных продаются не через биржи, а в биржах оно все довольно сильно запалено, то есть поисковые системы знают, что эти сайты продают ссылки, при этом абсолютно не обязательно, что они делали выгрузку из этих бирж, они просто видят, потому что постоянно мигают ссылки на разные домены с этого сайта. И, ну, раньше было такое понятие, как не подфильтр, то есть это не учет ссылок с этих доменов. Ну, вот там что-то типа этого сейчас работает, единственное, что оно не бинарное. То есть если раньше это было, ну, такой рубильник, либо ссылка работает, либо не работает, то теперь она, ну, просто дисконтируется ее влияние, и эффект от таких ссылок, с таких сайтов довольно невысокий. Поэтому, ну, я рекомендую даже не то, что выбирать между SAP и Google Links, а выбирать между заспамленными и сильно продающимися площадками и площадками, которые почти не продаются. И вот, соответственно, надо искать те, которые почти не продаются, и среди сайтов, которые продают вечные ссылки, таких просто больше. Вот, поэтому, ну, и мы размещаем всегда вечные ссылки, да, ну, условно вечные, потому что все равно, если вы посмотрите, разместите, допустим, в какой-нибудь Миролинксе, в Гид Линксе еще где-то ссылку, и посмотрите через год на эти же площадки, осталась ли там ссылка, то вы удивитесь, что очень многие из них сняты. В ряде случаев это больше половины, больше 70%, иногда это там 20-30%, но все равно много снимутся, поэтому про вечность это отдельная история. Но точно, как бы, нет смысла покупать там, где оплата идет посуточно, потому что там постоянное мелькание ссылок, и такие площадки запалены. Вот, и, собственно, вы берете, сначала вы снимаете постепенно, то есть вы сняли там 10 ссылок аренных, у которых, как уже сказал, больше всего исходящих получателей, и сравнительно маленький трафик и домен ран, и вместо них ставите столько же нормальных ссылок. Можете вперемешку крауд и просто вечные ссылки анкорные, но примерно такое же количество ссылок ставите вместо них примерно в этот же период. Вот, поэтому вот так выбираете худшие, 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 и вместо них ставьте, соответственно, хорошие вечные ссылки. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях. Пока.